Приветствую, друзья! С вами Елена Викторовна, обучающий канал OK English. Вы находитесь в разделе «Английские тексты среднего уровня». Наша задача состоит в том, чтобы взять английский текст, непростой, но в то же время и не сильно сложный, разобрать его по косточкам, обратить внимание на все самые сложные слова и выражения, которые в нём попадаются, и научиться понимать на слух, когда этот текст читает носитель языка. Ну что ж, сегодня я вам подготовила несложный текст на современную, актуальную лексику. Текст называется «Avatars», «Аватары». Давайте разбираться. Текст не очень большой, вот он весь поместился на одном слайде. Слов новых в нём не так-то и много, но я хочу, чтобы вы обратили внимание именно на саму подачу. Текст современный, актуальный, не древность, не классика английская, а то, как говорится, чем пользуются носители языка. Словом, разбираем. Most people know the word avatar. Большинство людей знают слово «аватар». Аватар, друзья мои, это вот такая вот картиночка, которую вы себе ставите в ваши социальные профили, контакты в Однокласснике, на YouTube и так далее. Слово «аватар» плотно вошло в нашу жизнь. Большинство людей, most people, что они делают? Know, знают the word, слово «аватар». По-английски говорим «эватар», по-русски говорим «аватар». Perhaps we all saw the movie with the same name. Наверное, мы все видели фильм с таким названием. Perhaps, наверное, возможно, это вставное слово. Если не знаете, выучите обязательно. We all saw. Мы все видели. The movie – фильм. Я вынесла для вас это слово, потому что все чаще и чаще в английском языке используется не слово «фильм», а именно слово «муви» для обозначения фильма полнометражного, который мы смотрим в кинотеатре или дома смотрим. Запоминаем слово «муви» от слова «мув» двигаться, «муви» – фильм. With the same name, с таким же самым именем. The same – такой же самый. Обратите внимание, артикль «the» здесь нужен. Avatars are becoming a normal part of our life. Аватары становятся нормальной частью нашей жизни или привычной частью нашей жизни. Avatars are becoming. Заметьте, are becoming – здесь используется в форме present continuous. Почему так происходит? Потому что это процесс. Аватары еще в полной мере, как говорится, не заняли место в нашей жизни, но они близки к тому, чтобы использоваться всегда, везде в нашей жизни. То есть, они становятся. Это развивающийся процесс. Именно поэтому здесь нужно использовать не обычный present simple become или past simple became, а подчеркнуть процесс с помощью времени present continuous. are becoming a normal part, привычной частью или обычной частью of our life нашей жизни. Well, I should say our online life. Ну, наверное, стоит сказать нашей онлайн жизни. Well – вставное слово, такое же, как и perhaps. Оно не несет особо какой-то смысловой нагрузки, но позволяет заполнить паузу, когда мы формулируем мысль. Особенно слово well. Видите, здесь well и три точки. То есть, я так скажу, well, I should say. И I should say следует сказать. Это тоже, кстати, вставная конструкция. То есть, по сути, well, I should say – это заполнитель пауз. Когда в английском языке вы не знаете, что сказать, вы думаете, не молчите, как рыбы. Это некрасиво звучит. Для этого есть специальные слова. Например, perhaps, well, I should say. Они не несут какого-то смысла, но помогают нам взять вот эту одну секунду, за которую мозг сумеет сформулировать предложение. Our online life – наша онлайн жизнь. Онлайн, понятно, жизнь в интернете. Online. Almost everywhere you go on the internet, you see avatars. Практически везде, куда вы не пойдете в интернете, вы увидите аватарки. Almost everywhere, практически везде. Everywhere, везде, you go, куда вы пойдете, on the internet. Обратите внимание на связку on the internet. В интернете. Вроде как все просто, да? Но вот этот предлог, он, скажем так, смущает многих русскоговорящих людей, ведь мы говорим в интернете, а не на интернете. Но англоговорящие люди говорят on the internet, как на поверхности интернета, да? Как бы это лучше сказать. Просто запомните on the internet и используйте. You see avatars – ты видишь аватарки. Вот я вам целую кучу аватарок приготовила. Можете на них посмотреть. You can look at them. Sometimes it's a website asking you to make an avatar, and other times it's people's real avatars. Иногда это веб-сайты, которые просят вас сделать аватарку. В другое время это реальные аватарки людей, то есть их настоящие изображения. Sometimes, иногда. Настоящее время, да? Вообще, кстати, обратите внимание, весь текст мы строим практически в настоящем времени. Почему? Потому что мы говорим о текущих событиях. Если надо перейти в прошлое, вот мы это делаем, например, во втором приложении мы используем past simple. Так весь текст у нас в present, в настоящем. Иногда слово «маячок», которое очень часто указывает на периодичность, то есть, опять же, на present simple. Это веб-сайт, it's a website, просящий вас, или который просит вас, asking you, здесь, друзья мои, герунди, to make an avatar, сделать аватар, сделать аватар. Make an avatar, заметьте, не do avatar, а именно make, запоминаем. And other times, это другое время, it's people's real avatars. Это реальные изображения людей. Притяжательный падеж, people's, поэтому нужен апостроф s. Real avatars, настоящие аватарки, или реальные аватарки, то есть, настоящие снимки. Do you have one or two or three? У вас есть такой или два или три? Слово one здесь не совсем корректно переводить, как один. У вас есть один, что один, да? Но в данном случае слово one заменяет слово avatar. Do you have an avatar? Можно было бы сказать. Но так как мы в предыдущем предложении уже говорили, аватар дважды, третий раз его не совсем хорошо повторять. Для этого мы используем слово one. Дальше, когда мы заменяем большее количество, мы говорим два или три. Two or three. Я вижу много аватарок, которые, в общем-то, милые и выглядят как японское аниме. I see, я вижу, то есть, не попадается, я вижу. A lot of, много. Avatars, аватарок, that are kind of cute. Вот это kind of, друзья мои, разговорный, чисто разговорный оборот, который заменяет в русском языке слово как бы, в общем-то. То есть, такая вот степень вероятности. Можно было сказать аватарки, которые милые. Но милые они кому могут показаться милыми? Автору данного текста ему аватарки кажутся в общем-то милыми. То есть, не вполне он согласен, но в общем-то они милые. They are kind of cute. Или очень часто этот оборот записывается вот так. Kind of, то есть, вместо of просто пишем букву а. Kind of записываем одним словом. Это совсем разговорный вариант. It's kind of cute. Это как бы мило, в общем-то, мило. Kind of, kind of вам может попасться достаточно часто, друзья мои. Look like и выглядит как японское аниме. Слово аниме достаточно распространено, если вы не знаете, как оно читается. Оно читается анимей. Не надо говорить аниме, хотя в английском языке буква и аниме на конце не читается. Но слово ведь это не английское, не американское. Именно поэтому мы должны здесь его читать не по правилам. Анимей. Эй. Мы как бы протягиваем последний глаз. Ну, анимешная аватарка для вас. Как пример, да. Japanese – японский. Japan – Япония. One of the most popular thing is to choose an animal as an avatar. Очень распространенная вещь – это выбрать животное в качестве аватарки. Вот, например, kind of animal, да. Как бы животное. One of the most – один из наиболее. Что наиболее? Popular, популярных. Things – вещей. Или способом тут лучше перевести. Это. Из. Всё вот это. One of the most popular things – это подлежащее. Из – это сказуемое. Всё остальное – это дополнение. To choose an animal as an avatar. Выбрать. To choose an animal – животное. Артикль – an, потому что животное одно. В качестве – as. Опять же, an avatar. Аватар. Опять нужен артикль – an, потому что аватар один. I always take a long time to choose my avatar. Мне всегда нужно много времени, чтобы выбрать аватар. Я всегда. I always. Оборот take a long time, я его вынесла, требует много времени. Или занимает много времени. I take a long time. Как я дословно, я беру много времени, но на русском языке лучше сказать у меня занимает много времени. I take a lot of time. Всегда. Always. Что сделать? To choose my avatar. Мой аватар. It's important to make one I really like. Это важно сделать тот, который мне действительно нравится. Слово one абсолютно в той же позиции, что и здесь используется, заменяет слово avatar. It's important. Это важно. Или важно. В русском языке it's – это можно не переводить. Сделать to make one I really like. Мне действительно нравится. Really. Реально. Действительно. It has to be funny. Он должен быть смешным. Или она аватарка. Она должна быть смешной. It заменяет слово avatar. Ещё один способ, как его заменить. Обращаем внимание, что если слово, которое мы заменяем, должно быть подлежащим, мы его заменяем словом it. Если это предмет, объект или какое-то понятие. It's avatar. Если это слово стоит в дополнении, его можно заменять не только словом it, но и словом one. It has to be. Он должен быть. Аватар должен быть. Funny. Смешным. I also like avatars that move. Мне также нравятся аватарки, которые двигаются. I also like. Я также люблю. Мне также нравится. Слово also также. Вставное слово. Вставная конструкция не несёт особой функции, но её удобно добавить для выражения степени вероятности. Мне, в общем-то, нравится. Мне также нравится. Усиливаем слово like. Avatars, аватарки that move. Которые двигаются. All of the best avatars I've seen move. Все самые лучшие аватарки, которые я видела, двигаются. All of the best. Все из лучших или все лучшие. The best – самый лучший. I have seen the present perfect, друзья мои. Которые я видела ранее. Это мой опыт, приобретённый ранее. Я их видела. Этот опыт важен сейчас. Поэтому мы используем present perfect. They are usually very funny and clever. Они обычно очень забавные и умные. Мне кажется, здесь слово clever не совсем корректно переводить как умный. Наверное, можно сказать меткий, точный. Clever. Вот в таком случае будем использовать это слово. Ну что, как я вам и обещала, текст коротенький, простенький. Но в нём тоже есть о чём поговорить. Поэтому берите, пользуйтесь на здоровье. Теперь мы с вами ещё раз прочитаем этот текст. Я буду читать медленно, чётко. Вы будете читать за мной. После этого вы сможете прослушать этот текст, озвученный носителем языка. Most people know the word avatar. Perhaps we all saw the movie with the same name. Avatars are becoming a normal part of our life. Well, I should say our online life. Almost everywhere you go, on the internet, you see avatars. Sometimes it's a website asking you to make an avatar. And other times it's people's real avatars. I see a lot of avatars that are kind of cute and look like Japanese anime. One of the most popular things is to choose an animal as an avatar. I always take a long time to choose my avatar. It's important to make one I really like. It has to be funny. I also like avatars that move. All of the best avatars I've seen move. They're usually very funny and clever. So, friends, thank you for being with me. Спасибо, что ставите лайки, оставляете комментарии под нашими уроками. Вы поддерживаете мой интерес к этой теме. Поэтому новые уроки обязательно будут выходить, пока вы будете обращать на них свое внимание. Меня зовут Елена Викторовна, кто со мной не знаком. Мой канал называется OK English. Подписывайтесь на него и ждите новых уроков, которые обязательно скоро выйдут. Жмите кнопочку «Мне нравится», оставляйте комментарии, делайте репост. И до встречи с вами в следующих уроках. Goodbye! I see a lot of avatars that are kind of cute and look like Japanese anime. One of the most popular things is to choose an animal as an avatar. I always take a long time to choose my avatar. It's important to make one I really like. It has to be funny. I also like avatars that move. All of the best avatars I've seen move. They are usually very funny and clever. Listen, I think I'm happy. Продолжение следует...